Азербайджан, Баку Географическое расположение города удивительно. Это центр севера и юга, запада и востока. Выход в Каспийское море делает Баку невообразимо красивым. Но вы и сами все увидите. Богатый нефтяной город продолжает привлекать туристов со всего мира. И это неудивительно. Утопающий в цветах чистый город, ухоженный, с множеством красивейших парков, потрясающих фонтанов, не может не влюбить себя с первого взгляда. Баку это новое и старое, историческое и сюрреалистически модное. Перед крепостной стеной, ревниво скрывающий от посторонних глаз внутренний город, мы можем увидеть необычный стеклянный вход в станцию метро. Это и есть гармония душ и беспечность. Безмятежно здесь все. Даже нежащиеся под лучами восточного солнца голуби и отдыхающие в тени лениво потягивающиеся кошки. Внутренний город или Чарь-Чарь с трех сторон окружен крепостной стеной и носил характер оборонительного сооружения. Почему не со всех четырех? А только с трех? Да потому что одна сторона омывалась голубыми волнами Касмийского моря. Но позже вода ушла и теперь по когда-то морскому дну проезжают дорогие и не очень автомобили. Внутренний город удивительный. Его брусчатка, старинные дома, лабиринтоподобные улочки, приветливые люди влюбят в вас себя. Ну а дети, как и дети во всем мире, развлекаются. Пусть даже у памятника великого азербайджанского поэта Аляха Вахида. Кстати говоря, о памятниках. Вы наверняка помните выражение из знаменитейшего фильма «Джентльмена удачи». Кто его посадит? Он же памятник! На самом деле такой памятник существует и он находится в нашем солнечном ветреном городе Баку. Мы сейчас находимся у педестала памятника Мирзелек Терасабиру. Это азербайджанский поэт и сатирик. И так вот, с 1922 по 1958 год он стоял. Ну как это видно на этой картинке. Ну а в 1958 году его посадили. Ну до сих пор и сидит. Вообще в восточном кавказском городе Баку не принято выражаться, гуляя по улицам. Но как только наши туристы доходят до адреса Кичикала 8, они говорят... Черт побери! Именно здесь в 1968 году был снят знаменитейший фильм «Бриллиантовая рука». Черт побери! Черт побери! Нетрудно догадаться, что в этом доме живет художник. Множество сувенирных лавок, предлагающих туристам свои пестрые товары. Это и картины, и миниатюрные символы азербайджана, и традиционные платки келагаэ, и четкие и специальные стаканчики для чая, именуемые в народе армуду, что в переводе означает «грушевый» или «грушевидный». О традиционной чайной церемонии мы поговорим с вами позже, а пока коснемся кулинарной темы. Кухня азербайджана очень богата на всякие вкусности. Но раз уж мы с вами бродим по улочкам старинного города, то стоит поговорить об одном из самых старинных фастфудов. Это азербайджанский гутаб. Мы стали гостями в одном из милых ресторанчиков, коих колоссальное множество во внутреннем городе. На просторах всемирной паутины о кутабах можно найти эту сухую информацию. Наверное, самое сложное в гутабе – это его поедание. На просторах всемирной паутины о кутабах можно найти эту сухую формулировку. Кутабы – это мучное блюдо азербайджанской кухни, представляющее собой тонкий пирожок в форме полумесяца из пресного теста с начинкой. В качестве начинки используют мясо, зелень, тыкву, зерна граната, сыр, лук. Но наблюдая за волшебством приготовлений этого простого, но от этого не менее вкусного блюда, хочется пробовать его еще. Посещая Баку, не забывайте попробовать это удивительное блюдо. Каждый регион Азербайджана имеет свою неповторимую особенность в приготовлении блюд. Продолжаем прогулку по этому мистическому городу. Это символ Баку на все времена. Это и есть знаменитая Девичья башня. Историй и легенд на ее счет немало. В следующих выпусках нашей передачи мы обязательно углубимся в тайны этого архитектурного чуда. Кстати говоря, это одно из немногих исторических зданий в мире, которое построено с учетом аэродинамических качеств. Не забываем о том, что Баку – это город ветров. Ночной Баку не менее красив. Опять эти невероятно красивые улочки, опять эти безмятежные лица людей, опять доброта и внутренняя свобода. Да, Баку – это Баку. А вот о новом символе не сказали ни слова. Что ж, познакомьтесь, это Flame Towers или огненные башни. Вот он, новый символ нового, современного, мирного и улыбающегося Баку. Субтитры подогнал «Симон»!